добрый вечер здравствуйте еще раз добрый добрый вечер мы с вами в прошлый раз когда мы встречались мы на самом деле анонсировали вашу книгу сейчас эта книга уже вышла вы довольны я никогда не доволен в определенной степени гора с плеч конечно потому что весь этот год действительно прошел под знаком завершение работы над романом будущее мы собственно обсуждали в прошлый раз который вышло вот пару недель назад и для меня испытания во многих смыслах и и и работа и завершение работой и и презентации там общение с читателями которые только ознакомливаются с этим романом и первые отзывы в общем все по нервам проходится катком таким асфальтовым но ничего пока держимся я посмотрел ваш живой журнал вас просто последние посты штук 5 это исключительно вот анонсы встреч живой журнал то я не веду а то есть там кто-то это фейсбук и вконтакте надо читать хорошо а кто вот это это но это постил я но имеется ввиду что там только используют как рекламу если вы хотите кого-то более-менее живого интерактива то это не живой журнал он тоже ведь очень очень активно вконтакте да и активность в этом году причем специально для вконтакте мы придумали проект где роман будущее публиковался по главам специально созданном паблике вконтакте слэш фьючер бук и там просто по 1000 человек в день присоединялась и публиковались примерно глава до того как появлялись на сайтах и так далее то есть пол книги уже сейчас там опубликовано и сейчас по главе закончим будет полностью лежать вся книга там через пару месяцев вконтакте а вообще меня всегда задачивает вот в вашей практике вот этот момент что сетевая аудитория знакомится с материалом кто потом будет покупать хардкопия наверное те кому понравилось то есть вы считаете что люди которые ознакомились в сетевом варианте они могут пойти потом купить бумажную книгу я считаю что те люди которых которых текст заинтересовал которых он зацепил которому понравился какой-то процент из них пойдет и купит бумажную книгу с другой стороны я совершенно честен перед своим читателем я не заставляю его там кота в мешке приобретать и не требую просто на одном кредите доверия ко мне и к моим предыдущим работам идти покупать новую книгу те кто идут в итоге в книжный магазин и те кто уже имел возможность получить тест-драйв ознакомиться с текстом понять что их ждет книга будущее сильно отличается от предыдущих романов там и от метро и от рассказов о родине от сумерек в общем совершенно другой текст на другом стиле другом жанре другим языком он лексически другой он лексически другой интенсионно другой эмоционально другой и в общем-то гораздо жестче и неоднозначней и мне кажется даже не без нарушений пары принятых законодательств и специально маркирован 18 плюс обложку с вами утверждали вот да конечно обложка собственно является результатом мои 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 мы 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 мыслительной работы обложка это лицо статуи аполлона бельведерского с которой сделана маска надевающаяся на лицо с цифровыми помехами значит дело в том что аполлон как известно это бог вечной юности света и красоты любви любви в том числе и просто освещение и так далее и здравствуйте вот он был не уверен и хочет попасть или на эфир и обрести свое новое счастье апельсинка вот трехцветная знаю не обязательно девочки я просто объясню что она здесь делает мы пристраиваем бездомных животных зрителям вот не нравится и здесь она сейчас будет стрессировать уходи пожалуйста если кстати вам придет в голову как-то по-другому назвать мы и обзорить color да мы скажем что это вот от самого глуховского ну подожди ну все хорошо будет все хорошо сейчас твоя судьба может быть будет решаться кстати домашних животных не было в детстве было была собака какая семь лет долматины умерла потом он не заводил больше а долматины завели потому что вот на волне вот нет нет до фильма и большим опережением большим опережением и потом потом нету по по характеристикам там было написано что собака компаньон собака которая очень умна и становится членом семьи настоящий то есть ничего не знаю спокойные ну что ж такое ну посиди кажется она не доверяет посиди нет нет она просто первый раз в эфире в этом эфире первый раз в эфире нет но в общем один раз пройдя через собаку второй раз как не хочется повторять уже привязываешься и потом а у вас дочь кстати у нее нет никаких домашних животных не . маленькая еще и два года 8 месяцев вот поэтому пока еще не атом достаточно много просто ездим поэтому знаете завести животное потом оставлять его знакомым друзьям это жесток по отношению к животным апельсинка мне кажется не теряет надежды теряет надежда сбежать ты пожалуйста посиди потому что твои шансы пристроиться будут прямо пропорционально эфирному времени кофе налить кофе можете налить в общем так иначе обложка романа будущее о вечной юности вечной красоте речь это в романе идет о том как люди при помощи генной инженерии побеждают старение остается вечно юными больше никогда не умирают и за это должны расплачиваться мы апельсинку пропиарили по моему ограничен фокусом вот этой вот фокусом дискуссии все в шерсти да хорошо что не я как обычно дает хуже я вам скажу да так ну продолжаем правдущие и и речь в общем на том начать от чего приходится человеку в себе отказываться чтобы стать вечно юным и бессмертным от чего но по сюжету романа мир станции перенаселен и из-за этого накладывается очень серьезное ограничение на рождаемость людям нельзя заводить детей а парк разрешающий завести ребенка одному из двоих приходится в этой паре расстаться с своей вечной юностью приходят специально обученные люди делать ему инъекцию акселератора старения и в течение 10 лет один из родителей должен умереть от ускоренно наступающей старости то есть вот вот вопрос жители для себя или жить ради своего ребенка такой переведенный очень такую сугубо практическую плоскость ну и вообще интересно кем какими будут люди когда смерть будет отменена то есть я совершенно не сомневаюсь в том что это вопрос ближайшего там столетия допустим не немедленной перспективы какой-то да но достаточно близкой и будут ли люди например верить в бога будут ли люди нуждаться в душе если тело будет вечно это тоже тема этого романа вы считаете что биологической будет вечность не то что будут на какие-то носители переноситься накоплено я думаю что да но это на самом деле там механизмы старения изучаются есть же генетические заболевания которые заставляют детей стареть и умирать от старость там десятилетнем возрасте есть случаи долгожительства которые объясняются именно там спецификой генома и днк там человека который долго дольше других живет ничем в общем учитывая что наши генокоды совпадают на там 97 процентов с генокодом мышей нет никаких объяснений разумных тому почему мышь стареет умирает за два-три года а человек живет там сто лет сто сто пятнадцать лет то есть все мне кажется это немножко возможно я упрощаю утрирую но разобравшись механизма старения которые с моей точки зрения из которой совпадает частью исследователей заложены в нас природой для того чтобы мы обновлялись просто как биологический вид тем приспосабливались к изменениям окружающей среды в этот механизм могут быть изучены они изучены и уже они в принципе взламывается сейчас уже есть успешные эксперименты на там лабораторных животных когда крышам крысам продлевать два-три раза жизнь омолаживает уже дряхлых особей вопрос вы считаете что вот вы доживете да я считаю что примерно на нашем с вами поколении мы не попадем не столь принципиально там то есть допустим и дети наши возможно не доживут а внуки могут уже дожить то есть это вопрос там 40 50-летней перспективы открытие будут сделаны думаю в течение там ближайших 10 20 30 лет и какое-то время потребуется на их внедрение разумеется дальше будут уже политические вопросы можно ли наделять людей бессмертием или нельзя но я думаю что правители не смогут отказаться и олигархи не смогут отказаться от бессмертия часть исследований фера финансировалась последнее время дерипаска например насколько мне известно но через какое-то время я думаю что будут какие-то и социальные движения направлены на более равномерное определение бессмертия а дальше вопрос как какими мы будем когда когда откажемся от смерти когда отменим смерть книга у вас получилось я имею ввиду сюжет на ровно так как она была изначально задумана или во время работы вы достаточно серьезно на работе не похожи ничем не похожи на изначальный план который был сюжет в очень большей степени получилось такое путешествие открытие я думал что будет развиваться под такому действительно там плану кому-то проекту который составил но в итоге не вышло совершенно 7 раз начинал писать есть 7 вариантов там первой главы когда пришлось отказываться которые оказали оказывались недостаточно захватывающими же герой получался таким как мне хотелось бы переигрывалась переигрывалась отбрасывалась и только седьмое начало меня устроило вы как обычно использовали сетевых вот своих нет даже раз я как назвать нет 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 в этот раз все было на ровно наоборот то есть я сетевым друзьям и последователям и читателям ничего не показывал пока не было написано две трети книги я очень боялся как произошло случай с метро 2034 когда негативные реакции читателей разочарованных мне испортила кровь и настроение желание писать и так далее в этот раз решился от этого защитить то есть сообщество было создано там во вконтакте я интриговал читателей саундтреками иллюстрациями какими-то цитатами отрывками но книга целиком начала публиковаться только когда я уже четко понимал к чему я иду и когда две трети романа были готовы когда я был уверен что ничего переигрываться не будет то есть и здесь процесс создания книги был гораздо менее линейным чем случае с метро метро была написана глава немедленно публиковалась больше изменений в не вносилось как раз вы не корректировали нет материал легкая корректура была редактуры не было и в случае с будущим как раз процесс создания был гораздо более сложным и вещи которые приходили ко мне в более поздних главах влияли на то как я видел это более ранних главах постоянно все это менялось это был такой процесс который не хотел вообще выносить это кухня какая-то до который не хотел выносить на всеобщее обозрение поэтому тут интерактива получилось не очень много я изначально может и замышлял его но решил в итоге отказаться чтобы надо будет используя всегда как инструмент собственно для создания контента такой в общем в этот раз в этот раз я проведением самостоятельное не на кого свалить не неудачи и не неудачу расскажите про экранизации грядущие про экранизации но это знаете только мучительный вот я своей жизни научился паре вещей нужных самое главное с никогда не верить кинопродюсерам нет нет худших болтунов и это мягкая так еще очень эфирно сказано чем мы кинопродюсеры это профессиональные лжецы и обольстители сама профессия и само ремесло которых предполагает как можно было эффективное и беззаветное вранье потому что чтобы сложился проект продюсер должен как состоявший сюжет проект описать проект несуществующий актером режиссером сценаристом самое главное людям которые будут давать на все это деньги возможно государству и как только одно звено случайно в процессе утратит веру в проект и отвалится медленно все рассыпается или нужно срочно искать другое на замену иногда не получается найти поэтому там из десяти уже сложившихся кинопроектов до стадии реализации доходит наверно один и мне пока вот со статистикой не везет пока все проекты которых я понимаю участие в эту 10 в эти заветные 10 процентов давайте только уточним для зрителей что речь идет не об отечественных продюсерах а это видимо вы обобщаете вообще глобально безусловно но но партнерами работаете работаете самый такой наверное отчаянный пример это экранизация продолжающейся и до сих пор не состоявшийся роман метро 2033 в прошлом году права были приобретены киностудии mgm в голливуде был нанят сценарист на лист оказал оказался нехорош писал на полгода с чьей точки зрения не с не с чьей не было ни одного человека с которых с точки зрения которого он в итоге он всех то тоже значит всем налгал притворился хорошим оказался плохим в итоге было создан совершенно неудобоваримый скрипт сценарий как который привел в панику меня там продюсеров киностудию чеку дали пинка и сейчас судорожно ведутся поиски нового сценариста который будет либо перерабатывать вот это но если не вы его ищите и я уже на я же ты продюсер и отпустил вот же выпустил взрук и закрыл глаза и тройка сама уже куда-то несет меня вот но потом были другие проекты был проект экранизации романа сумерки моего про пока апокалипсис значит и индейцев майя и но гиппсон подсуетился раньше к сожалению данного случая вот есть еще сценарий который называется топе под такому несуществующему роману написанный это же было на обещано стрекоруба в итоге люди которые наобещали но ведь это же не есть работа сделанная зря вы можете всегда конвертировать этот сценарий с одной точки зрения я как бы довольно обязательный человек и когда я сталкиваюсь с людьми необязательными которые обещают я трачу время свое эмоции какие-то я ставлю на паузу там книги например чтобы написать сценарий потому что конечно же кино это самый массовый из искусств и то аудиторию можно охватить хорошим фильмом она гораздо больше чем то аудиторию которые можно ходить книгой а вот как вы пишете вот допустим там покойный юлиан семенов который рекордсмен являлся всегда по коли количеству производимого парк продукта скажем так он вот мог себе ставить задание что сегодня я пишу там столько-то строк страниц и выполнял независимо от ну то есть он знал какой график но независимо от там не знаю мигрени как его самочувствия погоды вы человек вдохновения или вы человек вот ремесла знаете тут сложный чем вопрос и это зависит от от стадии романа находишься очень сложно начинать очень сложно вживаться в героев заставить и перебью вы титул придумываете сразу название прям сразу или вы можете начать работу а потом поменять название в ходе работы ну это зависит потому что бы бывало такое бывает что бывает что и и сначала ты придумаешь как бы сюжет и название потом менять сюжет то меняется название вы трудно разгоняетесь то есть вам трудно сделать первые тяжелее всего мне дается именно разгон понять героя вжиться в героя представить себе его жизнь его душу там его судьбу и потом когда я все это уже обретает какую-то плоть тогда легче сложно мир себе представить вначале сложно найти нащупать правильный язык у меня всегда герой определяет язык метафорику и вот первые страницы дается очень тяжело это может быть там и не страница даже в день может быть и пол страницы может быть абзац потом когда все летит к концу уже последние там треть четверть книги когда все ясно когда уже в общем втягивается в черную дыру этого неотвратимого финала вся 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 история все приставание тогда может быть уже там и 5 и 6 страниц в день 7 даже и это много но но это круглосуточная работа уже этой и по ночам там до 7 утра и так далее но в любом случае я не сверх продуктивный автор 7 утра вы работаете за компьютером там до 7 или вы просто нет нет именно именно открытый ноутбук обычно вот сейчас я работал собственно дописывал когда роман это такой прямо кувшин с зеленым чаем листовым заваренным чтобы не засыпать и всякий у вас не подбадривает вас зеленый чай зеленый чай дольше держит когда кофе хорош ты а его надо крепко заваривать зеленый чай ну листовой как листовой заваривают это до состояния чиферя такого или ну нет не такой степени но я просто его перезаварив там на то есть пил вместо воды вместо всего бывает выпиваю два литра за ночь но это не очень хорошо конечно для центральной системы но кофе хорош только для коротких таких мозговых штурмов для морозков таких интеллектуальных лучше всего работа горячий душ на самом деле лучше прогулок на контрастный или просто горячий просто горячий душ открывается расширять сосуды и улучшает кровообращение мозга и вообще то есть сейчас еще на этом романе была опробована текила текила тоже хорошо но не лучше кофе бодрит веселит в общем но там где приходит легкость порой уходит изящность знаете вот это будущее под такие описал да там герой пьет текилу и и будущее писал под такие вот у битлз у них каждый альбом был под тем или определенным ну топливом я буду знать что роман зеленого чая роман текилы до будущее под таким а как супруга вот на такой график ваш реагирует вот вы бы до 7 утра в противоправе нормально же же знаете как к сожалению ночью все-таки лучшее время чтобы писать когда дома тихо и когда не возникает никаких параллельных дел и когда в почту уже никто не пишет и когда значит фейсбуке ничего не происходит лучшее время ну да да на лучшее время чтобы писать эту ночь не факт что это лучшее время для здоровья но лучшее время с точки зрения по крайней мере с концентрации вот вы говорите что стилистически будущее совершенно другая книга то есть условно говоря правильно ли понимаю что если человек не зная автора возьмет и прочитает и он не оцифрует вас там сразу а думаю да но и надо понять что это хорошо хорошо ли это да повести на не не должен ли у каждого писателя быть вот какие-то его такие фишки по которым его распознает его текст распознает поклонник по-любому это очень зависит от того какие задачи перед собой строят писатель и какая задача в приоритете находится вы хотите продемонстрировать цеху что вы можете и так и так вот вы вышли что вас подвигло и вот это я скорее хочу себе продемонстрировать развиваюсь знаете у меня же книги не кажется таки полгода вы уходят да и наверное если бы они уходили каждые полгода было бы странно там предполагать что есть какое-то развитие между двумя текстами но поскольку предыдущий роман написан пять лет назад и книга там рассказа роде выходил три года назад то есть мне важно для самого себя зафиксировать что что что-то со мной произошло и куда-то я двинулся и как-то сдвинулся с места не обязательно вперед но по крайней мере я на месте не стоял поэтому для меня эксперимент очень важен и я пробую какие-то новые вещи с точки зрения героя здесь в отличие от предыдущих произведений герои сугубо отрицательным и хотя книга в очередность оформлена как бестселлер для масс-маркета она очень жестко и бескомпромиссно и так сказать надо почитать чтобы понять о чем идет речь но она не то что хулиганская она прям такая жесткая злая а при этом снаружи оформлена как такой в как ванилька и в этом тоже и и и жанровая она в принципе такая классическая антиутопия между орулом там замятиным бёрджисом и брэдбери вот но при этом гораздо большей степени вольности чем чем эти классические произведения которые все-таки авторы которых все-таки как-то модерировали а здесь прямо вот 18 плюс там и дело не только в постельных сценах а вообще там во всем это много эротики там 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 немало эротики и и и и прочего прочего чего перверсии нет нет ну насилие например на эмоционально уносили то есть это не значит расчленение это значит какие-то вот эмоциональная почему поклонник декста я поклонник я поклонник декстера я поклонник игры престолов я поклонник сериала родина сериала карточный домик то есть я считаю что размыли новые 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 американские сериалы они очень большой степени задают новые стандарты драматургии вообще кино драматургии то есть тот уровень взрослости серьезности повествования неоднозначности моральной который позволяет американские сериалы каналы шоу тайм в кино такого точно нет возможно европейском арт-хаусе я надеюсь увидеть к ним по вашим книгам какой-то качестве сериала я как надеюсь одна минута последний вопрос борода почему вдруг вот просто вот знаете какой-то момент просто утомила бриться решила про так вот я так скажу мне три года наконец начала расти во мне во мне много разных кровей намешано но одна из них татарская не татарская кровь предотвращает рост породы датар монгольской даже такая башь мама меня с волги а там прошло иго по всем катком асфальтом по волге да и вообще лет вы на конец вот тридцать четыре года начала расседом надо попробовать как будет выглядеть понятно вот но наверное скоро сбри очень жаль что вы не принесли книжку что мы не смогли показать и пропиарить кстати не смогли нашего кошку пропиарить это тоже не книги не хочет очень жаль но надеюсь какая-то польза все таки от нашей беседы будет рано или поздно до большой мере я с удовольствием про время большое вам спасибо спасибо большое спасибо